всем привет так вот сегодня у меня такой интересный обзорчик будет даже не знаю насколько крутой этот обзор итак перед нами очередной клон фамикона до того же деньги как мы еще привыкли называть от компании битман если честно я в интернете по ней битманской приставки ничего не нашел я нашел правда за пять минут ну сколько я сидел да сколько я копался приставка которая была внешне похожа на стиплер то есть на оригинал сюда как на оригинал оригинал всем знают что это нес но восьми битки нашел только битман 2 внешне она была тоже черная и напоминала опять же стиплер за которым так все охотятся вот что сказать насчет этой приставки еще конечно по ползаю посмотрю насколько она редкая но у нее единственный минус и он такой существенный к сожалению приставка не работает не знаю что с ней и пока не времени не было с ней копаться не не жоня есть времени нет вот то есть не знаю сфокусирует ли камера сейчас не фокусирует хоть автофокус недалеко до снимаю сейчас на галлах с 4 ладно поехали дальше то есть все мы видим до битман вроде бы оригинальный их не логотип причем сам корпус приставки в очень хорошем в таком состоянии ну кроме здесь такой ползунок был как у остальных похожих да на неуклонах например вот то есть вот на другой приставке покажу то есть вот этот за что рычаг может дергать но в принципе они видимо у всех отлетали то есть сломались эти защелки и получались что вот такой рог было видно и все на него собственно и вытаскивали в кассеты хотя не знаю кто им пользовался вот этим рогом да но у кого у них короче у кого были никто собственно и и не вытаскивать то есть у моего друга дал который мы прогуливали школу лишь бы поиграть в dandy то есть мы не вытаскивали через данный рычаг картриджи так вот собственно даже не знаю из чего видео обзор делать данные приставки ну сами видите что у них два широких выхода и стандартные аудио видео и антенные выходы также под обычный дендерский адаптер если сравнить то есть также практически одинаковые то есть решетка для охлаждения то есть типа радиатора какого-то да и 6 болтов ножки и наклейка то есть серийный номер не знаю можно ли по серийному номеру найти данную приставку попробуем еще поищем конечно вот но не знаю скорее всего успехом ничего не увенчается кнопки работают нажимаются у данной приставки очень даже неплохо вот а также тут не хватает вот этой заглушки до отсека для картриджи ну не знаю навряд где-то найду собственно я ее взял только как на запчасти данную приставку тоже потом увидел что она какая-то редко что ли получается так вот давайте заглянем что они внутри вот и приставки да я уже предварительно открутил все 6 болтов вот и видимо до меня уже кто-то и пытался перепаять видимо бывшие хозяева откладываем крышку сторону на ней ничего интересного нет видим что здесь у нас а здесь у нас то чем не все могут приставки похвастаться особенно современная да на которых все либо на трех маленьких платах скорее всего да здесь у нас единственная большая плата то есть на ней все в принципе уже из-за как чуть не сказал записано установлена то есть очень даже такая интересная вещь вот и по-моему если мне не изменяет память у битмана крепится сверху это не помню уже точно немного разбирал тут уже пытались появится вам конечно не будет скорее всего видно да но тут видны следы пайки но сына вот здесь что-то было вытащено походу ну давайте ее еще и разберем снимем раз-два здесь уже тоже кто-то пытался паять часть выдрали не хватает куска платы ничего страшного потом восстановить киша пропаять так куда я делал отвертку никто не видел вот а теперь вскроем ее окончательно здесь у нас вообще один болт с этой стороны вот открутим этот болт пусть он хоть и и не чувствует вот здесь еще один болт был его видимо потеряли когда раскручивали так а также с этой стороны гнездо здесь видите шатаются вот крутим этот болт пусть он хоть и ничего не держит ну чтобы он нам не мешался вот такая плата кнопка включения выключения вот на таком грибочке до находится кнопка сброса немножко смещена видимо при разборе подстройка да скорее всего это оригинальный битмановский экземпляр поэтому попробуем его реально восстановить вот то есть на ней как бы вообще ничего нет ни звука не видео вообще никак не реагирует вот поэтому попробуем пропаять позвонить ну если нет то даже как и не рабочий вариант очень классно вот смотреться в коллекции давайте тут попробуем показать с увеличительным стеклом да где тут пайка была не знаю вот ага бликует очень сильно бликует но скорее всего вот она видно да вот дырки вот этот кариес железный отключить вот вот очень хорошо видно вот они дырки кто-то вот что-то пытался паять либо выпаял вот на свет если посмотреть не видно мешает показать до дырки не видны а вон они просвечивают то есть вот кто-то так поиздевался ничего займемся пайкой то есть вот такая классная плата мне очень она тоже понравилась там видимо скрывается там у нас скрывается мозги на самое главное тип вот под такой штук интересный здесь у нас бог отвечающий за вывод музыку если все довольно просто но сделано очень даже интересно ну в принципе я думаю на этом все я не знаю насколько получилось хороший обзор возможно вы мне подскажете что это за приставка такая возможно кто-то встречался более конкретно с ними и либо возможно у кого-то есть даже даже рабочий вариант вот то есть вот такая приставка в коллекции надеемся еще воскресим на своем веку вот надежда умирать всегда последний забирал я ее значит как я уже сказал в качестве запчастей для других приставок потом мы ее отложим потом все скрутим вот а забирал я ее значит вместе вот вот с таким вот набором вот с таким вот набором вот такого барахла то есть что у меня здесь было да вот они джойстики тоже написано битман то есть вот они от нее да и я нашел что на втором битмане который под как раз был похож на стиплер у них такая же цветовая гамма кнопок на джойстиках обычные такие кирпичики вот кнопки конечно еще пригодятся нам потому что мне есть джойстик на котором нет крестика нормального вот я даже вам его сейчас хотя нет потом покажу тоже его пытались вскрыть и попаять видимо вот такой джойстик всем качество у них вообще ну классная знаю что выбило данного девайса будем разбираться тут какие-то еще провода отдали от джуниоровского части вот от чего даже не могу сказать рабочие не рабочие не знаю то есть кнопки вот еще от одного джойстика от битмановского вот запчасти тоже будем смотреть что сможем сделать с этим вот такие вот погремушки у меня появились на той неделе вот эти бог питания отдали да но блок питания он конечно подходит по параметрам 500 миллиампер как у стандартных до классических дэнди там многих тут наподобие таких хотя не знаю да на такой не будет работать здесь написано что 9 вольт 850 миллиампер а здесь вот такой вот зарядник штекер не потянул для мета не очень понятно для чего вообще был если удастся восстановить данного приставки буду очень мега рад потому что это все-таки битман причем у вас никаких ассоциаций не возникает у меня например возникают ассоциации либо бэтмен либо хитман и вот что-то между ними получилось битман вот именно поэтому я и не мог видимо найти фокусироваться камера раз автомат не хочет будем руками фокусировать попробуем надеемся что мы все-таки восстановим ее все пока до новых репортажей